Всем привет! Сегодня начала монтировать строительный влог, но вы попросили домашних влогов побольше детей, поэтому выполняю. Девочки, кто у вас в семье страдает аллергическими реакциями на цветение? У меня Демид не страдает, слава богу, а Демника страдает, и я не кормлю ее таблеткой, мы спасаемся промыванием носа. Сейчас Никка вам покажет, как она это делает. Все очень просто, да? Забрызгивает, и потом очищает носик свой. И на самом деле это реально работает. У меня два. Один детский, другой взрослый. Ника пользуется уже взрослым, поэтому это вам как подсказка, потому что у меня многие спрашивали, что Ника очень сильно чихает. Чихает, говорит, Ника что, простыла? Я говорю, нет, у нее аллергическая реакция. Сейчас мы траву полностью, ну как бы избавились гербицидами. Я пост напишу вот уже сегодня на эту тему, потому что вы тоже спрашивали. Поэтому вот вам как идея попробуйте. Реально работает, помогает. Если, конечно, у вас там не совсем капец-капец, но вот если там какая-то стадия, там, может быть, начальная. Но Ники помогает. То есть я не даю ей таблетки, она просто в течение дня, там, 4 раза, 5 раз промывает нос. Иногда 2-3, зависит от сетения. Ну, во дворе все норма, если идет гулять, а так как мы живем все лету, бывает, что все-таки она иногда берет его с собой. Остала с рюкзачка, промыла нос, очистила его и все, дышит спокойно. Еще несколько часов, потом опять, видно, хватает где-то какое-то цветение. Хотя вот видите, у нас есть тут гвоздичка и ничего, все в порядке. То есть я сейчас хочу сдать ей анализы, чтобы понять все-таки, на что у нее аллергия. Также я Демиду промываю нос каждое утро, перед тем, как мы идем в детский сад. Ну, во-первых, чтобы ребенок не заболел. Он очень мягко промывает носик. Также, если вдруг уже детки заболели, то тоже можно промывать нос. Еще промываю даже себе нос, если вдруг, знаете, как бывает, ощущение сухости в носу. То есть не хватает влаги, если дома, то тоже можно нос промывать. И Демиду промываю себе и Доминики. Ну, реально очень классная штука. Я вообще не знаю, как раньше без нее справлялась. И дети меньше болеют. Вот реально промывать нос. Никогда не думала, что так работает. Демиду нравится, он даже сам себе может промывать нос, хотя раньше всегда очень боялся. И состав. Тут в спрее, кстати, он распыляется очень классно и очень мягко. Вот я вам даю прочесть тут состав. Что делает? Очищает слизистую оболочки носа от пыли и аллергенов. Вот я никогда бы не подумала, а вот у Ники реально работает. Увлажнение слизистой оболочки носа в условиях сухого воздуха. Тоже. Я не читала до этого. Я просто начала промывать, а потом только уже прочла. Я думаю, о, так я действую. Потом как написано, как в фиксиках. Вы сначала прочтите инструкцию, а потом действуйте. Я сделала наоборот. Но, слава богу, что правильно. Ну, во-первых, я как бы и знала, что так надо делать. Потому что многие промывают физраствором. Но, ребят, на самом деле физраствор, он не даст такого эффекта, как дает морская вода. Да, еще и в виде спрея. То есть, юмор вообще очень классная вещь. Поэтому очень сильно рекомендую. Не хочешь быть чайником? Читай инструкцию. Это с фиксиков. Так что читайте инструкцию и промывайте носики. Мягенько промывайте носики и не болит. Девочки, как ваши дети ходят в сад? Вот Дема у меня утром, ну так, не плачет, но хныкает. А вечером я его забрать не могу. Настолько ему все нравится, что он такой, мам, ну я еще поиграю, а ты тоже погуляй. Вот. Я думаю, что он у меня пока, знаете, как слишком привязан ко мне и не готов со мной надолго расставаться. И это так бывает у мальчиков, потому что Доминика у меня была совершенно другая. Что я хотела сказать. Вы у меня спрашивали, в каком возрасте Демид пойдет в детский сад, хотел сказать, в школу. Если у него день рождения 9 сентября, то получается, что ему 9 сентября, например, вот сейчас исполнится 5, потом исполнится 6. Кто-то мне с девочек написал, говорит, ой, так через год вам в школу. Я не буду, конечно, забегать наперед, но я предполагаю, что я его не отдам в 6 лет. То есть по факту он пойдет в школу в 5, да, и в 6 ему исполнится уже в первом классе. Мне кажется, он еще маловат, и отдам я его вот с 6, в 7, ну как бы 9 сентября ему исполнится 7. То есть не через год, а через 2 года. И мне кажется, это правильно. Напишите в комментариях, у кого вот тоже такой момент, когда день рождения у детей сентябрь, октябрь, ноябрь, и в каком возрасте вы отдавали. Ну тут тоже еще такой момент, тут зависит от детей. Окей, у меня старший брат в 3 года уже писал и читал. Ну да, у меня слегка такой научный сотрудник и все такое. Если не отталкиваться от моего старшего брата, а вообще в общем брать, то мне кажется, отдавать ребенка в 6 лет, когда только исполняется, то рано. Хотя Ника у меня пошла в школу в 6 лет, но у нее день рождения в феврале, то есть она пошла в 6 с половиной. И плюс она девочка, и она такая социальная всегда была, такая вот типа дома сидеть. Да нет, я лучше пойду в школу, то есть вот так вот. И в сад она ходила с удовольствием. Поэтому меня этот вопрос слегка как бы волнует, но я решила и вам как бы ответить сразу, потому что задаете такие вопросы в инстаграм, и где-то в комментариях было. Поэтому жду от вас тоже такой какой-то отдачи, вашего опыта, у кого как было, потому что ну мне как бы интересно. Как-то с Никой мне все было проще и легче, а с Демой чуть сложнее, потому что Ника девочка, и девочку воспитывать проще маме. Мальчика как-то не так. К мальчику нужен какой-то особый подход. Поэтому вот я вам рассказала, и жду от вас комментариев ваших историй. Я думаю, что по вашим историям я тоже сделаю определенные там выводы. Ну и плюс посмотрю по своему ребенку, еще два года ему до школы, я надеюсь, не год, а два. Ну я, наверное, морально сама не готова отдавать его в школу через год, ну если по-честному. Так, ну что, осталось двое, сегодня же пятница. Обычно я его забираю в пять, сейчас шесть. Но видите, детей позабирали. Трое деток осталось вместе с Демкой. Дема! Купила омыватель для стекла, минус сорок, хотя на улице плюс тридцать. Но какой был, потому что шел дождь, у меня вообще нет омывателя. Прямо у магазина и залью. Сейчас с Демкой Дему буду учить. Иди сюда, по машине едет, это будет так. Это будет так. Это будет так. Если на клапах на молотене, мы будем там альфа. Если на клапах на молотене, мы будем там альфа. Куда? А, ну что, да? Да. Смотри, видишь? Это мы омыватель забиваем. Стояся. И кто был медведем? Я и все, все, все. Все, все, все? Угу. Тебе нравится мороженое? Угу. Дема каждый день ест мороженое после детского садика. Угу. Как тебе в детском саду? Нравится? Да. А почему по утрам ты плачешь? По утрам? Да. Потому что в садике идут. Ну, так а зачем плакать? Ты же там с детками играешь, а вечером тебя мама забирает. Потому что я там сплю. Ну, а что? А что вот в этом такого? Спать дома или в детском саду? Какая разница? Ты же спишь. Я хочу дома всегда спать. Ха. 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 А вот садики никогда не хочу. Ну, а если приходится? Маме что, работать надо? Все работают. С Никой. А Никой, например, учится. Тогда что делать? Я один стараюсь. Один? Ты справишься? А кто тебя накормит? Да я не буду голодной. Не будешь голодной? А если ты будешь голодной? Людям же надо кушать. В садике ты кушаешь три раза в день. А если ты дома останешься сам? Кто тебя накормит три раза? А? Кто? Кто? Папа. Так папа тоже на работе. И папа тебя забирает на выходные. Мы же вместе не живем, чтобы он тебя кормил. Это когда ты у папы, тогда папа тебя кормит. Так папа забирает тебя на один выходной. Да. А в будний день папа работает, и мама работает, а Ника в школе. Тогда что делать? Ждет Петю. Петя, Петя тоже работает. Катю. Катя тоже работает. Где она? Все на работах, Демушка. А у Демушки работа, это детский сад. Это играться с детками. Учить языки, рисовать. И все там все нужно. Где все нужно? В садик. Ну? Скорее учатся, а в садике гуляют. Да. Так а почему ты не хочешь ходить в садик? Там же гуляют дети. И ты гуляй. И не плачь за мамой. Я просто... Я сплю, а ты едешь. Ну так правильно. У меня же работа. Я же езжу, мотаюсь везде. Иногда беру тебя с собой, если у меня есть такая возможность. А если ее нету, я отвожу тебя в детский сад. А если и Ника будет есть, ты всегда меня отвезешь на васядку. Когда-то я моложе. Я сейчас залила в омыватель специальную жидкость. И сейчас залью обычную воду с галой. Галу почему добавляю? Потому что мошки иногда бывают. Давай. Подержи. А, ты мороженое не кушала. Я подержу. Все, все, все. Нормально, малыш. Или ты хочешь мне прям помочь-помочь? Помочь. Ну давай, клади мороженое. Вот. И получается, что я разбавила этот омыватель, который минус 40, потому что он жутко воняет. Смотри. Только надо аккуратно. Машина еще горячая. Вот сюда заливаем. Вот сюда аккуратно. Вот. А если мимо ты проливаешь, что страшно? Не страшно. Ну, главное там все, конечно, залить. Если чуть-чуть, то чуть страшно. Ну вот, уже хватит. Все. Наконец-то пойду мороженое кушать. Что я сказала? Наконец-то пойду мороженое кушать. Пить. Пить. Пить мороженое? Да. После садика у нас бывает по-разному. Иногда я Доминике отдаю Демида и занимаюсь своими делами. Они тут мотаются по территории, бегают, прыгают. У нее мама лоб блестит. А? Моя лоб блестит. Солнце светит, да. Плюс я намазывалась специальным кремом. Я, кстати, в инстаграм. Подпишитесь. Я написала о нем. Очень классный крем. И сейчас видите? Тоже такая вещь. Я пост напишу и, может быть, видео сниму. Сейчас очень много споров по поводу ботокса. Я один раз в своей жизни колола ботокс. Я осталась довольна результатом. Потом решила, что все, колоть не буду. Но сейчас я начинаю опять морщиниться. Морщины заламываются. Я решила, думаю, ну, уколю ботокс, что прошло где-то полтора года. У меня уже год прошел после того, как я уколола. Я думаю, ближе к зиме осенью уколю. А мне косметолог очень хорошая. Она мне говорит, Аня, зачем тебе колоть ботокс осенью, если самая активная мимика у тебя летом? Я поменяла локацию. И спряталась от солнца. На чем я остановилась? Все европейские косметологи говорят о том, что колоть ботокс надо до сорока. Почему? Потому что как раз вот эти вот морщины, заломы ботокс, он предотвращает. И тем самым мы оттягиваем, можно сказать, старость. А когда мы уже поморщинились, у нас появились мимические морщины, и не только мимические морщины, мы начинаем колоть ботокс. Нафиг, если уже заломы есть. То есть, в принципе, правда в этих словах есть. И давайте, я же говорю, разберемся в комментариях, кто за, кто против, у кого есть какая информация по этому поводу. Потому что я намылилась еще раз уколоть ботокс. Как раз потому, что три косметолога мне сказали, что да, надо. Но не потому, что они хотят заработать на этом денег. Потому что есть косметолог, у которого просто консультируюсь, потому что она из другого города. Она тоже за ботокс. Поэтому есть как за, так и против. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И сейчас показываю вам свой уход за волосами. В инстаграме я тоже писала об этой линейке ухода за волосами. Целый пост. И, по-моему, даже два раза упоминала. У меня очень сильно лезут волосы. У меня на это есть своя причина. Но, когда я начала пользоваться вот этой линейкой, вот в реале, вы не представляете. Волосы стали выпадать меньше. Все-таки работает. Пару дней назад, или даже, по-моему, неделю назад, в обед, было жарко. В общем, я уснула с Демидом. Просыпаюсь, Доминики нет, у мамы нет. Да, больше недели назад, потому что мама уехала больше недели назад. Девушка, а сейчас пойдем в Нике на комнату показывать? Да. Так вот, просыпаемся, никого нету. Приходим в большой дом. А Доминика уже устроила себе комнату. Сейчас я вам покажу, какую. Ты покажешь комнату? Нике сказала, раз пять говорю, пожалуйста, ты начала приводить комнату в порядок, так убери до конца. Неделя прошла. У меня, ну, я не гыркаю, я каждый день говорю, Ника, ты убрала? Нет, мам, я уберу. И так вот, мам, мама, нет, мам, уже неделя. Ну, вот, испытывает девочка мое терпение. Итак, она перенесла часть цветов сюда, принесла с мамой, мама попросила, и они, представьте, вдвоем принесли вот эти вот, господи, как они называются, Демка? Ляусы. Нет, вот эти вот досточки, как называются? Как они называются, как они называются? Столик. Девочки, подпишите мне, пожалуйста. Столик. Столик, напишите мне в комментариях, как они называются. Столик. Поддоны, вот, фух, вспомнила. Я пугаюсь, я начала заплывать слова. Столика попалась. Просто я нарабатывала, устала чуть-чуть. Вот это вот, это от нашей беседки. Ее там кое-где ветер дул, она чуть полмалась, надо сварить. Сварить некому. Поэтому, не знаю, надо ли кого-то вызывать, а просто так приезжать. За недорого никто не хочет. А больше мне обратиться некому. Поэтому я жду, пока начнут делаться ремонт. И уже, можно так сказать, напрячь рабочих или там за пару копеек, чтобы они сделали. Так вот. Вот. Оно строило себе комнату. Тут свет. Вон, повесила. Эту, как ее. Лотос я привезла с Кипра. Господи, да что ж такое заговаривающе. Так надо демку купать, кормить и ложиться отдыхать. И вот. Книги, семечки, тарелки, дизатор. Даже одежда. Все. Ребенок переехал. Я ее не трогаю. Думаю, ну пусть сама. О, 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 о. Ну, я постучалась, мне никто не открыл. Поэтому я зашла. Я говорю, я постучалась, мне никто не открыл. Поэтому я зашла. И вот, я жаловалась на тебя. Я уже неделю прошу тебя убрать. А, так я тут пока не нахожусь, поэтому... А, поэтому пусть отогреться тут и будет, да? А, будет шутер. Нет, не буду. Ну, я могу себе отогреть. А, я могу попросить тебя еще раз вот это вот убрать. Точно не хочешь хлеб? А, ты точно не хочешь убрать? А, ты хочешь какой-то хлеб? А? Может, ты все-таки хочешь хлеб? А, ты, может, все-таки хочешь взять виник и доподметать, да? Я-то хочу, ну, а ты хочешь? Нет, я хлеб не хочу. С сыром? Нет. Бутербродик. Ну, ладно, я хочу. Эм! Эм! Понимаете, да? Ну, вот. Ладно. Ой-ой-ой-ой. Почти, что-то... Ураган. Давай. Сейчас, я, переходи к хлебе. Да, хлеб! Не хлеб оставили. Блин, вкусный. Вот это вот котелок. Уже с гребеночками. Теплый пол работает. Представляете, какой маленький котелок, а он отапливает весь там. Сюда, Лиза! Почему? Почему? Нет! Почему? Почему? Ну, все, туда я пошла, да? Нет! Нет! Тогда или нет? Нет. А вот это что у тебя? Вот это что? Ой! О, Боже! Ну, что-то сегодня чистого. Тебя отправила в детки с нами. А что такое уже? Ну, в проводке. Что это? А, от йогурта. Угу. Давай послушаем, как Ника играет. Давай. Хм... Вот ревность какая. Кто смотрел игру «Приспорт», он знает. Причем она не ходила, не занималась на фортепиано. Кто играет на гитаре. Это я, потому что я не умею играть, я не знаю как. Поэтому я смотрю, как играет кто-то, и смотрю на клавиши, на которые он нажимает. И себе зарисовываю, куда-нибудь нажимать. Маучка! Кстати, одна из вас, моя подписчица, не пуришь, говорю, подарила Доминике книгу, помнишь, когда? Да, сама учитель игры на гитаре. И она по ней тоже училась, поэтому спасибо вам за подарок. Вот реально, у меня есть девочки, которые мне, думаю, еще средства пришлют эту книгу. Безумно благодарна, спасибо. Безумно благодарна, у меня есть девочки, которые мне, думаю, еще средства пришлют. Безумно благодарна, у меня есть девочки, которые мне, думаю, еще средства пришлют. Я хочу забыла выключить. Понимаете, ну вот как, это надо самой брать веник и подметать, вот так вот во всем, на полдела. Понятно, что Ника мне очень помогает, но блин, на 50%. Если что-то начинает делать, то потом приходится переделывать. Знаете, чем я тут занималась? Вчера и чуть сегодня, то есть сейчас. Я чуть-чуть покажу, потому что это уже моя новая карта желаний. До 16-го числа можно делать карты желаний, поэтому, если вы не смотрели мое предыдущее видео, я вот здесь вот оставляю. Кликайте и смотрите, там много полезных советов, как правильно сделать карту желаний, чтобы все ваши желания исполнились. Песенки? Да. Ну, мы слушаем. Ну, чего ты ж с мамой? Маме. Ладно. Давай. Чего ты? Чего ты, девушка? Да вот, ты ж классно умеешь песенки петь. Я люблю стиски по осикам и... Наша Таня громко пачит. Уванила ячки мячик. Тише, Танечка, не пачит. Не утонет ячки мячик. Молодец. И все. Давай. Идет бычок. Идет бычок, качается. Идет бычок, качается. Сдыхаем в ходу. Ой. Дрожечка качается. Досочка. Досочка качается. Сейчас. Я упаду. А помнишь про щенка? Такой он длинный-длинный, ты полностью его знал. Какое? У меня пропал щенок. Там утро. Очень рано. Очень рано. Соскочил. Щенок виланит. Стал. Уп, подавилась. Хлебом. Стал по комнате ходить. Стал по комнате ходить. Прыгать. Да, забери. Спасибо. Прыгать, лаять. Прыгать, лаять. Всех? Пугать. Будить. Удить. Все-то. Вообще-то, вообще-то. Ты почитал мои мысли и большую книгу достал. Это Демида любимая книга. Это книга еще Доминикина. Это реально очень крутая книга, потому что здесь и сказки. Сейчас, Демушка, подожди. Видите? Сказки, песенки и стихи. Чудо книга для малышей. Тут все сказки и песенки. Вообще все-все-все, что было у нас в детстве. Кто вырос в СССР, тот поймет. Сейчас я найду. Кто-то меня спрашивал. Вот, Русич. Откуда книга. Я не помню, по-моему. Помню. Я ее купила на Петровке. Ника тогда была чуть меньше. Да не чуть. Ей было полтора года, когда я ее купила на Петровке. Вот. Здесь много чего. Она очень такая. Никино художество. Так. Я свет не включаю, по-сидем, у нас сейчас скоро спать. Да, спасибо. Вот. Тут стишки. Агния Борто. Михалков. Хочу это. Сверох. Как-то утря-мочень, да? Скочил щенок с диваном. Так. Вот еще. Смотрите. Есть песенки потешки. Есть сказки. Про щенка, да? Да. Хорошо. Сейчас красиво с дивана, вот. Ты мой синок с дивана, да? Один. Там так много моих художеств. А я люблю. А что у вас? А у нас в квартире газ. Три-три-семь. Еще. Три-три-семь. Смотрите. Она такая бедная, уже такая замученная. И тут очень прикольная иллюстрация. Да, картинки классные. Ого. Это я раньше почему-то ненавидела эту книжку. Почему? Не знаю. Потому что я тебя, наверное, заколюбывала. Я постоянно тебе читала. Вот. Вот стишки. А потом поделила ее очень. Вот этот щенок. Как-то утром очень. Ну, Дем, дальше я проведу. Мой щенок. Я сегодня спилась с ног. У меня пропал щенок. Два часа его звала. Два часа его ждала. За уроки не садилась. И обедать не могла. В это утро очень рано соскочил. И он с дивана. Правильно. Стал по комнатам ходить. Прыгать. Плачь. Всех буди. Буди. Так. Он увидел одеяло. Демника полностью в Дема на возрасте. Знала его наизусть. Причем очень четко разговаривала. Да я сейчас вроде его неплохо помню. Ну, я имею в виду, что сравнить тебя 14 лет и 4 года. То есть 10 лет разница. Я об этом. Он увидел одеяло. Покрываться нечем стало. Так, девчонки, я выключаю камеру, потому что мне неудобно читать через камеру. Да, Демка? Мама, мама, пока всем, пока ты тут война началась. Война началась. Дема, мама кусает. Как хорошо, что не участвую в этой войне. Мне просто решено. Ну что, Демку положила спать. Сейчас жду плиточника. Хочу, чтобы он посмотрел объем работы. Мы поговорили по цене. Я, в принципе, видела его работы. Но мне сложно понять, хорошо или плохо. Она видела на видео. И хочу спросить, есть ли где-то, может быть, чтобы посмотреть воочию. Он даст контакты. Я, может быть, договорюсь с людьми. Для того, чтобы вот прям посмотреть, как он положил плитку. Потому что я буду на полу класть плитку. Вот. Я уже устала, если честно, заговариваюсь. Спасибо, что вы посмотрели это видео. И до новых моих видео. Поэтому подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте пальчики вверх. И до новых видео. Пока-пока.